Привет всем! Мы уже беседовали с этим очаровательным полуфранцузом, полурусским, прекрасным молодым человеком. Сегодня, поскольку мы в Москве, не в Петербурге, мне лень было с собой все тащить, мы просто на этот рекордер запишем, но, поверьте мне, там тоже будет неплохой звук. Почему я решил вновь встретиться с господином Яном? Ну, во-первых, посмотреть, в каких нечеловеческих условиях он обитает в Москве, это, конечно, ужасно. Я просто в шоке, в дичайшем. А во-вторых, просто там уже вне камеры был рассказ про службу Яна в российской армии. Причем в Крыму же, я так понял. Все верно, да. В Крыму, в том самом. И это огонь. Это просто огонь. Поэтому давай, собственно, с этого и начнем. То есть, во-первых, ну, такой тупой вопрос. Да, кстати, не удивляйтесь, тут у нас всякие штуки есть. Мы об этом вот в конце поговорим. У Яна тут богатый архив всякого интересного. Покажем. Как ты попал в нашу армию? Знаешь, чтобы попасть в русскую армию, хватает российского паспорта, быть мужским полом и здоровым. То есть, попасть туда было несложно. Какие-то года? Это был ноябрь 10 по ноябрь 11 года. Так, а Крым, то есть ты в Севастополе, получается, служил? Я в Севастополе. Потому что Крым же он был не совсем русским. Не совсем. Не совсем российским, я бы сказал. Не совсем, да. Русским-то он не перестал быть фактически никогда. Значит, с чего началось твое знакомство с нашей замечательной армией? Ну, во-первых, я так понимаю, что ты не совсем вообще понимал реалии бытия. И ничего не понимал. Ничего не понимал. И, наверное, даже какие-то языковые были барьеры определенные. Да, были языковые барьеры. Про мать я промолчу. Я уже стартовал. То есть, у меня был начальный пакет чайника русского мата уже был в моих руках. А тут я как бы достигал более мастерские занятия, более мастерские такие вот знания. Я все-таки вообще-то знаком с Арманом был таким очень подсознательным. Собственно, поэтому я и пошел в армию. Потому что, ну, все удивляют, почему там никто в армию не идет, что там делать. Да и страна военизирована. Я пропускаю праздники и так далее. Найдется везде человек в тельняшке. Найдется везде какой-то там шеврон на лобовом стекле. Везде найдется дед, который тебе скажет, вот у нас в армии было так. Нас намучили гладить. Не то, что у вас. Хватит послушать Высоцкого или посмотреть сериалы. Как бы армия везде. То есть, я ее не придумал, я за ней не убегал. Она сама была в пространстве вокруг меня. Вот. Мой дядя, ну, условно дядя, скажем так, он мне говорил, вот, был бы в армии, ты бы умел там нормально гладить, да, там, ты бы умел там ухаживать, там. То есть, были такие вот намеки с 15 лет. Мой батя тоже, отец, он говорил так, что у нас почему-то те, кто служили, вовремя приходят на работу. А те, кто не служили, распиздяи, потому что срочную службу отменили в 96-м или 98-м году, не помню точно, во Франции. Соответственно, уже пошел поколение не служившихся и поколение детей, те, которые не отслужили. И уже скоро внуки, ну, ушло. То есть, уже видно, что такое государство без срочной службы. Это печально. Вот, то есть, еще и повестка пришла. То есть, как бы и настроение, и повестка позвала, и как бы здоровый организм, ну, а что бы не сходить. Ну, еще вся эта романтика, девушки хотят быть принцессами, я хочу быть в мундире. Собственно, вот так я начал знакомиться подсознательно. Затем все это начало с самых жестких условий, не зная русский язык, 17 лет. Я пошел сдавать медицинские справки, анализы в российскую поликлинику. Это был трэш. Ну, там уходят примеры, а как бы слов, суарный запас был минимальный. Я не знал, ну, ни одного, ни одной медицинской профессии, скажем так. Ну, донтист максимум. А ты заходишь, где-то что-то в Венере, что-то там не произнеси. Где-то, в общем, не буду это все вспоминать. И прикол в том, что ты захочешь, говорит, раздевайся до гола. Что такое до гола? Это набор букв. До гола. Ну, и даже тогда было, раздевайся до гола. Это не предложение для меня, это просто звук. Я слышал звук, раздевайся до гола. Ну, наверное, надо раздеться. Окей, снимаю, сижу в трусах. До гола. Я не понимаю, служить-то пойдешь, как будешь там понимать. Ну, снял труса, тут заходит. Сам, наверное, сексуально студентка медицинского факультета мимо. А сидит эта бабулька с линейкой такой, я вот понял, зачем твоя линейка. Вот. И, в общем, смирно не встал. Так что, слава богу, слишком быстро прошла медсестра. И все, то есть, такие знакомства очень условные. Я еле-еле-еле разобрался, куда, какую справку относить, что, куда, что делать. И это было 17 лет. Пока там отучился в школе, пока в США, там, получился вернуться, пошел в армию где-то в 19-20. То есть, за эти 2-3 года успел поподробнее, по предмету не ознакомиться. Хорошо. Ты попал. Ну, во-первых... Я попал. Ты попал. Какова была реакция? Ну, то есть, там же сразу вычислили, что ты, как бы, ну, не совсем прям такой русский персонаж. Ну, да. Какова была первая реакция? Ну, все удивились. Кто-то не поверил, что тут за чурка. Армян пришел сюда, тоже мне там под француза канает, Аврелян, да, какой-то есть, наоборот. Не поверили, потом что-то поняли, потом начали общаться, все удивились. Хотя я подумал, а что тут удивляться? Париж-Севастополь короче, чем Севастополь-Новосибирск. Я европеец, на полуоузском, так, славянин, а там были полноценные кавказцы, полноценные казахи. Я и националистический по этносу, и по расстоянию до дома, я, как бы, чем-то был один из многонационалистов. То есть, я себя, да, меня считали более привилегированным, потому что я не в Российской Федерации вырос. Но я лично считаю, что не настолько это было такое вот, но все-таки было. Понятно. Какие прекрасные, через какие прекрасные физические упражнения тебе приходилось проходить? Прекрасные. Ну, романтика началась с натертыми ногами. Это, наверное, была одна из самых постоянных диких болей, к которой я привык. Я понял одну вещь, что можно заработать мозоль в берсах, и в тех же берсах вылечить мозоли, и выросла ногу из нее в течение одной или двух недель. То есть, я какие-то моменты организма просто, я узнал о новых возможностях моего организма. Сон, питание, физическая подготовка. Я, честно, я не спортсмен. Я попал в десантно-штурмовой батальон морской пехоты. Это элита морской пехоты, которая сама является как бы топовой. В советское время туда брали не кандидат мастера спорта, а просто мастера спорта. То есть, начинали зарядку с 7-8 километров. Мы туда пришли. Конечно, я пробежал 200 метров, а то, наверное, все там 80, да? Я не знаю, если я 100 метров пробежал в первый день. Офицеры, что мы будем делать с вами? Качки, которые были такие умные, в итоге им тоже было тяжело поначалу. Вот. Всегда удваивать норматив твоего максимума. И как-то вот через «не могу» как-то получилось. То есть, я хэзэк, но рано или поздно мы научились бегать и 7, и 8 километров. Ага. Ну, это очень крутое достижение для тебя, я в то время, я считаю. Ну, да. То есть, это было за минимальное время. Это было просто есть какая-то психологическая атмосфера, да? Когда уже, типа, некуда деваться, только через зону, и то верну тебя обратно потом дослуживать. То есть, и мне в голову такое не приходило, в принципе, а к тому, что ты попал в армию. То есть, тебе надо бегать. И через «не могу» ты привыкаешь. Да и просто психологически перенастраиваешься в другого человека. Скажи еще такой момент. Тебя как-то приучали старшие по званию к русской культуре, русской географии? Ну, я прошел уже 7-8 лет, так что я могу уже не об неуставных взаимоотношениях говорить, не буду имена назвать. Но был один офицер, который меня научил географии Российской Федерации, да? То есть, там, пять секунд, чтобы тыкнуть пальцем на карту. А города были не Питер, Москва, Екатеринбург, а Южкорола, Рязань, Пенза и продолжаю. Как он это делал? Ну, просто бил по башке один раз этими, как сказать, кучей этих конспектов. Вот. И после второго, третьего раза я очень быстро находил любой город. Я теперь могу указать на карте, где они находятся. То есть, как бы страхом или там болью я выучил города России. Это было неприятно. Тогда у меня в голове я думал, так, пойти с ним разобраться за, как бы, в неуставных отношениях и попасть. Ну, я, как бы, тогда не знал о реальности, как бы, прокуратуры, да, как это реально решать. Хотелось бы, конечно, это все неуставным путем решить. Но я не хотел рисковать, что меня перевели, там, посуду мыть где-то, там, в порту, а потом увольняться в запас, там, последние месяца с билетом, там, повар, да. Вон он, что я, как бы, ну, десантник. Поэтому я не рискал чуть-чуть, но зато выучил города. Такой был момент. В химзащите или в противогазе. Ну, это было веселье. Потому что когда у тебя с бегом не айса, у тебя потом языка, это все делается летом, в Крыму, то есть все вспоминают. Вообще-то армия – это отличный способ отдохнуть. За бесплатную. У тебя путевка на море. У тебя аниматоры прекрасные, которые занимаются тобой днем и ночью бесплатно. У тебя разные кружки, ты занимаешься спортом, фитнес, люди платят бешеные деньги за залы и так далее. Слушай, я так накачался там, с точки зрения, как бы, бега. Я пришел во Францию, вижу там, ну, давай-ка пробегусь. Начинаю бегать по парку, у человека футболка 20 километров в Париже. Ну, давай попробую 20 километров. Пришел на этот полумарафон, все-таки заряжены у всех, там, лизовые штучки на плечо. Тут у них кардиограмма, тут у них разгрузка для сникерса, чуть ли не там, сколько, какая-то там, что, когда, сколько брать, на каком километре. Шапка, термобелье. Там было очень холодно, было плюс 9 градусов и небольшой дождь. Ужасно. Они на себя надели, значит, мусорные пакеты с дырочками, чтобы не промокнуть, пока начинали старт. Я прихожу в шортах обычные, Adidas, кроссовки за 5 евро из этого спортмастера. Прихожу, ну, ок, и в тельняшке, и жду. И пошел бегать, пробежал двадцатку, как за хлебом, да, то есть, вообще спокойно. Вот, это мы про, да, про химзащиту языка, то есть, это было реально жестко, но зато теперь я, как бы, часть этой, как бы, истории русской. Собственно, то, наверное, ради чего я и пошел быть частью. То есть, не быть постоянно на стороне, ты там француз, ты ничего не знаешь, а я знаю теперь. Какова была реакция твоих французских знакомых, когда они узнали, что ты сначала там пошел служить, а потом служил в армии? В российской армии. Советской в какой-то степи. Советской. Конечно, они считали, ну, как я же сказал, канал «Уважуха-братуха» на французском. Кто-то принял меня за сумасшедшего, по-разному, зависимо от социального слоя, от группы людей. То есть, военизированные люди, и ты красавчик, а другие такие, тебя там в Чечню отправят. А сколько ты всего-то отслужил, получается? Год. А, это уже был год. Это уже был год, но такой год держали норматив двух лет в год. То есть, у нас все офицеры были боевыми. Разведка ВДВ, которая в Чечню прошла, все у нас были реально боевые ребята. Соответственно, они к нам относились реально как к педагоге. То есть, они не жалели патроны. Если удивляетесь, сколько вы налоги, куда они уходят, они уходили в наши 3-4 магазина на каждое занятие почти. Не жалели ничего, мы занимались постоянно. Бывали моменты быта, когда необходимо было что-то убрать. Но в этом плане, да, мы реально норматив выполнили, перевыполнили. Ты научился стрелять? Да. Были вообще такие мысли, например, ну вот как бы, знаешь, ну просто когда-то у тебя есть определенные навыки, вот как вот эти всякие страйкболисты и прочее, да, Донбасс начался, половина страйкболистов вдруг куда-то исчезла. Из России, да. Не было у тебя желания-то как-то применить потом уже на практике? Оружие? Да, оружие вообще. В жизни? Не, ну иногда сейчас такие редкие придурки в общественном транспорте. Хочется все-таки гранатомет достать и решить вопрос толпы и кучки бардака при входе в метро на уровне этих. Вот как, не знаю, взрослые люди, они могут нормально выстрелиться в линию и пройти там через эскалатор. Все такие воспитанные, культурные награжданки, я смотрю на деле, веду себя как свиня. Иногда я сходил на оперу в тот раз в Москве, эти бабки все такие там ухоженные, аккуратные. Как надо было забирать свою шубу, началась такая блятина, вот реально, начали толкать друг друга. А женщины смотрят всегда с высоты на тебя, вы там молодежь, ничего не знаете. Я на них посмотрел, он как бы хотел сказать, да, мы будьте там это. То есть да, хочется в такие как бы случаи применять разные оружия. Не, ну хотелось, конечно, время выделить на продолжение своей как бы некей боевой готовности, что ли. Ходить там на тир, ходить на страйкбол, просто времени физически не дает возможности. В общем, что тебе в итоге дала вот эта армия? Я так понимаю, что помимо того, что она дает всем гражданам России, она вообще тебя, ну как бы, как сказать, погрузила в контекст. Да. То есть после нее, можно сказать, ты, наверное, уже такой стал абсолютно нашим парнем. Ну я на нарах спал, образно говоря, да. Вот, да, то есть это мне дало, во-первых, физическую подготовку. Дало мне некие такие мужские качества, как осанка, походка, голос, тембр голоса и так далее. Взгляд стал менее таким вот. А что происходит? Любые препятствия в жизни оказались мелочными. То есть я поступил в юрфак, там после армии. Я уже поступал до армии, но я дальше пошел учиться. И учить гражданский кодекс французский, сидя на кровати, листая в тепле с кушки чая, это было немножко другое, чем упоры лежа на кулаках в ОЗК читать устав вооруженных сил, да, или там обязанности, или какие-то теории, да, армейские, которые мы учили в 3 утра, и пока мы их не доучим, мы спать не пойдем. Мы пойдем-то в любом случае будет в 5 утра или в 6 утра, так что ты никуда не денешься, быстрее выучишь, быстрее пойдешь спать. То есть с точки зрения, как сказать, выносливости в жизни. То есть после этого, когда ты спишь в окопах в Крыму ночью, когда ветер дует, это уже далеко не турсы, не лето там лежат на гамаке, это реально ветер дует в полях. То есть ты мерзнешь, ты в летной форме одежда, ты весь промок, ты в берсах уже там вторая неделя почти. И когда ты там ночуешь, ты понимаешь после этого, что сидеть в кафешке и читать, учиться, заниматься, да и в принципе любая мелочь стала очень, точнее любая, как сказать, проблема на гражданске стала реально мелочью. Вот, это мне дало русский язык. Так или иначе, я год разговаривал на русском языке. Мне повезло, у нас коллектив был далеко не бедляский. Ну, было час, конечно, но учись, что час такая боевая, что офицеры были как бы русские, они брали все-таки никаких-то отбросков, да, они все-таки оставляли люди из, ну, я не хочу отделять европейского от неевропейского, но люди из больших городов с высшим образованием, то есть у нас там человек чуть ли не читал Майкосского, да, то есть там все читали книги, когда было там 20 минут, они читали книги, не занимались там фигней. То есть русский язык, боевая подготовка, опять же, штамп в паспорте и военный билет, то есть я как бы отчитал сам. И понимание военного дела. Ну, кучу, кучу, очень много, это сформировало меня как мужчина. В общем, это путевка в жизнь. Ну, да, да, это реально, это круто. Когда это круто сделано? То есть когда офицеры хорошие? То есть когда часть достойная? Когда есть вот это? Вот заниматься фигней, я понимаю, что это бы испортило бы и меня, если бы попал там какой-то там. У тебя, я так понимаю, есть традиции еще семейные же армейские? Есть, кстати, не настолько сильно армейские, то есть я не вхожу в ту семью, где уже 25 поколений, все военные, да, и все служат. У нас, наоборот, семей интеллигентов. То есть в семье, наоборот, вот этот вот армейский, как бы и выбор был очень, как бы, ну, негативно воспринят, там, с точки зрения там дедушки, бабушки и так далее. Военная, ну, да, у меня... Я, кстати, не могу, ну, не то, что хваст, у меня дедушки и бабушки по русской линии не воевали во время Второй мировой войны, потому что у меня дед был ребенком во время войны, а прадед уже был слишком старый, то есть я в этот диапазон у меня семья. А те, которые попали, они как раз в тылу, вот бабушка, она снаряды проверяла в Новосибирске, если я не ошибаюсь, ночью, а днем она училась на врача. То есть, ну, в какую-то степень связана с армией, но не сильно. Вот прадед мой воевал во время гражданской революции в 44-й дивизии Щерса. Вот, смотрите, что тут есть. За что он был отблагодарен лагерями. 44-я киевская дивизия, да. И он присел потом, да, на 9 лет, ты говорила? Да, присел, да, 7 или 9 лет. Я не помню, за что. Мне кажется, он был просто тогда начальником кожзавода, и был рацион, я думаю, я никого этого не удивлю этим знанием. Был там рацион, и, видимо, он дал больше рациона, чем положено своим рабочим, за что он украл имущество советского народа. Вот, плюс еще, если не ошибаюсь, там, еврейские корни тоже сыграли на то, чтобы его отправить. И его туда отправили после войны. Если не ошибаюсь, да, после войны. И, в общем, отсидел, потом освободили, вернули до... Ну, как и было, собственно, я думаю, это уже твоя часть. Я хочу еще показать одну вещь, которая меня просто потрясала. У Яна тут есть всякая коллекция. Вот, например, там, 50-рублевочка, да. Какого это года-то, господи? 1899-го. Николай I. Но самое, что меня больше всего потрясло, я-то это видел только в сканах. Вот здесь 1910-й год, вот, пожалуйста, смотрите, 500 рублей. Это же это до хрена было, 500 рублей в то время, в 1909-м году. Что меня больше всего потрясло, так это так называемые думки. Что такое думки? Это билеты казначейские, вот это, например, 1000 рублей. И здесь, на заднем фоне, если приглядеться, мы потом в сканах вам покажем, тут свастика. И помимо 1000 рублей, есть еще 250-рублевки. Вот как раз в одном из своих выпусков, где я рассказывал про отличие фашизма от нацизма, я показывал сканы этих 250-рублевок. И вот представьте, я приезжаю, а он, этот прекрасный человек, где же они тут, прекрасный человек, мне их прям демонстрирует. Это 50 рублей. Это какой год у нас? Вот, кстати, еще 18-й год, смотрите, гривны. Это 18-й год, 17-й, 18-й год. Выскались они в 17-м году. Так, это я просто не там смотрю, наверное, сейчас. Надо идти... Вот они, вот они, вот они, вот они, тоже, да. Вот они, это думка, думка 1000 рублей. А вот 250-рублевочка, 250-рублевочка, и там свастика. Почему там оказалась свастика? Я об этом, на самом деле, сделаю отдельный выпуск в своем блоге. Вот, я мне это все по пару купюр отсканируют и пришлют. Ты, пожалуйста, потом сними отдельно свою татуировочку. У него же татуировка здесь есть, Севастополь. С куполом, одноходка. Да, одноходка. Ну что ж, дорогой Ян, спасибо тебе большое за то, что уделил нам очередную порцию своего времени драгоценного. Ссылку на канал Яна я размещу там внизу. Ну, а в конце я по традиции еще отдельно сделаю одно своих мероприятий. Спасибо, друзья мои. Оставляйте комментарии вот там. Увидимся, пока. 11 июня в 7 часов Ленинградский рок и слезы Достоевского. 12 июня в 7 часов, ну, вечера, конечно же, гуляем по пешеходной улице Васильского острова, где, среди прочего, расскажу про террориста Нечаева. В Москве 9 июня в 19.30 Лубянка гордость и позор спецслужб. 10 июня в 14.30 убийства в Брюсовом переулке и дело Сухову Кобылина. Ссылки на все встречи в описании под этим выпуском. На этом все. Оставляйте комментарии внизу. Увидимся. Пока.